В Екатеринбурге В Екатеринбурге Европа – крупнейший инвестор в российскую экономику. В свою очередь, 60% российских инвестиций накоплено за рубежом. Также приходится на страны Евросоюза. Около 40% золотовалютных резервов России номинированы в евро. Все это наглядное свидетельство нашей тесной взаимозависимости. Поэтому мы должны слышать друг друга, учитывать интересы друг друга и работать друг с другом. Все более заметное значение для развития российско-йесовского партнерства приобретает евразийская экономическая интеграция. Рассчитываем, что Еврокомиссия установит тесные контакты с Евразийской экономической комиссией. В ходе саммита в Екатеринбурге уже достигнуты некоторые договоренности. По словам Владимира Путина, Россия и ЕС решили плотно координировать усилия для проведения международной конференции по сирийскому регулированию. С инициативой провести в Женеве переговоры с участием всех противоборствующих сторон ранее выступили Сергей Лавров и Джон Керри. Позже проведение конференции оказалось под вопросом. Одна из причин решения стран Евросоюза не продлевать эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам. Комментируя этот шаг, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что такие действия отбрасывают назад все усилия по политическому регулированию. Последнее решение показывает, что у Европейского Союза единой позиции нет. И судя по заявлениям министров иностранных дел, других официальных представителей различных стран ЕС, складывается картина, что большинство-то были против этого решения. Но поскольку требовался консенсус, то меньшинство возобладало над большинством. Вот такая демократия в Евросоюзе. Генассамблея ООН приняла международный договор о торговле оружием. Первый юридически обязывающий документ, устанавливающий правила рынка. Под его контроль подпадают все виды обычных вооружений. Танки и бронемашины, артиллерийские системы, боевые самолеты, военные корабли, стрелковое оружие. Документ поддержали 154 государства. Иран, КНДР и Сирия выступили против. 23 страны, в том числе лидеры оружейного экспорта, воздержались. Нина Шамугия продолжит тему. ВООН открыли для подписания международный договор о торговле оружием. Я призываю правительство всех стран мира как можно скорее ратифицировать договор и приступить к его всестороннему выполнению. Мировое сообщество решило прекратить бесконтрольную торговлю оружием путем подписания этого документа, что стало важным шагом на пути к укреплению законопорядка в области разоружения. На призыв Генсека ООН одним из первых откликнулись Аргентина, Австрия, Франция и Великобритания. На этот час своими подписями поддержку обеспечения эффективного контроля над торговлей вооружениями подтвердили более 60 стран. Дать сигнал своим присоединениям к соглашению другим странам, скептически настроенным к документу, рассчитывает Германия. Глава МИД ФРГ назвал глобальное соглашение историческим прорывом. «Наши усилия должны быть продолжены. Соглашение о торговле оружием может эффективно работать, если ему будет придан глобальный характер. Наша первостепенная задача состоит в том, чтобы ускорить вступление в силу этого документа. Правительство Германии настроено на ратификацию соглашения и ждёт того же от других стран. Мы должны объединить наши усилия, чтобы достичь успеха. Миллионы людей, страдающих от последствий нерегулируемой торговли обычными вооружениями, верят в нас». А вот российскую сторону договор о торговле оружием разочаровал. В Москве заявляют, документ, продекларировав хорошие цели, по сути, получился довольно пустым. Там много лозунгов, но мало конкретики. Конец цитаты. Воздержались от подписания соглашения и три других крупных поставщика вооружений – США, Китай и Индия. Но в Вашингтоне пообещали подписать договор позже. Объяснив это решение, необходимостью дождаться завершения процесса официального перевода документа. «США приветствует начало процесса по подписанию договора о торговле оружием и намерены подписать его в скором будущем. Этот договор – важный вклад в борьбу с нелегальным оборотом оружия, за счет которого подогреваются конфликты, а экстремисты получают возможность организовывать сопротивление. Договор потребует от сторон осуществлять строгий контроль над перемещением оружия в другие страны, наподобие того, который введен в США». Международный договор о торговле оружием обязывает подписавшие его страны не допускать того, чтобы поставки вооружения приводили к ущемлению прав человека. Соглашение запрещает продавать оружие террористам и организованным преступным группировкам. Вместе с тем оно не распространяется на внутригосударственные сделки. Договор должен вступить в силу через 90 дней после его ратификации 50 государствами. Нина Шамугия, РТВА Сейчас коротко о других международных новостях. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о намерении подать в отставку. Такое заявление он сделал на заседании общественной палаты Москвы. Ранее ее члены рекомендовали градоначальнику покинуть пост, чтобы осенью поучаствовать в досрочных выборах мэра. Центр столицы Сирии, Дамаска, подвергся минометному обстрелу. Как минимум четыре снаряда попали в район Мазраа. Есть жертвы. Одна из ракет разорвалась недалеко от здания российского посольства. Как заявляют в депредставительстве, пострадавших среди сотрудников миссии нет. Израиль ускорил разработку проекта новой системы ProHeads-3. В Минобороны страны заявляют, что со всей серьезностью относятся к опасности появления ядерного оружия у вражеских режимов. В случае превращения угрозы из потенциальной в реальную, Израиль должен располагать максимально широкими средствами защиты, говорят в Иерусалиме. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok